И вот мне задали вопрос, Паша, расскажи свою личную историю, как тебе удалось найти себя, нашел ли ты себя, как выглядел твой маршрут. Фух, ну, про себя рассказывать, это такая задачка непростая, но я постараюсь, какой-то вот такой кейс для вас, да, картинку конкретного человека, откуда он стартовал, что там по пути прошел, с какими трудностями столкнулся. Исходные данные. Моя мама повар, она когда-то мечтала стать психологом, но дедушка прошел голод, и он так недвусмысленно маме посоветовал, что она должна поваром пойти работать, потому что так можно прокормить семью. И моя мама с высшим образованием, она пошла работать поваром и делала банкеты для правительства, потому что она, конечно, была по потенциалу намного сильнее, чем быть просто поваром, она делала банкеты. Вот, ну, это тоже повар, то есть она там на кухне делала блюда всю жизнь, до тех пор, пока не заработала в ликозное решение Вен, вот, и после этого там стал работать в одной из моих компаний. Папа у меня шофер, шофер, он в армии там отработал на этих, на Уралах, вот, после этого на скорой помощи в заводе Динамо ездил, да, вот. Потом личным шофером какое-то время, да, вот мои исходные данные, мам повар, пап шофер, я родился в Москве, сразу меня родители, так как рано меня родили, маме было 19, а папе было 23, когда они меня родили, они меня отдали в город Олексин Тульской области, к папиным родителям, там меня, ну, там более-менее как-то воспитали. Вот, я очень рад, потому что у меня была возможность быть там с моими близкими людьми, там, моя бабушка, дедушка, которые меня, собственно, в этом городе в детский сад водили, иногда, там, я потом на лето приезжал, пионерский лагерь был. Вот, это вот исходные данные, то есть у меня не было какого-то, знаете, там за плечами богатого папа, мамы, каких-то суперинтересных исходных данных, я никогда не обнаруживал себя там талантом или гением, скорее наоборот, да, все чаще я обнаруживал, что, как я вообще-то оказался. Я учился в обычной средней школе, и в седьмом классе у нас было разделение на физико-математический класс, экономический класс, гуманитарный, а, оказывается, еще параллельно был балетный, о котором я никогда не знал. Так вот, мы должны были сдать экзамены для поступления в гуманитарный и физико-математический, а все те, кто экзамены не сдали, они шли в экономический. И я сдал экзамен на физику-математику, и меня перевели в физико-математический класс. То есть с 7 по 11 класс, 4 года получается, я учился в физтеховской школе, это школа при МФТИ, а это оказался очень сильный вуз, один из топовых в мире физтех, где физики и математики уделяют очень много внимания. Я очень благодарен своим учителям, я считаю, что основное образование было получено там. То есть всё, что позже, оно уже вложилось на эту базу. Я учился исключительно на тройке, с большим трудом, меня поражали люди, которые сидят со мной за партой рядом, я смотрел на них с нескрываемым восторгом. Максим, например, Корикун сидел рядом со мной, потому что он всегда последним прибегал на занятия, играл на арбате на гитаре, и пока преподаватель проверял уроки, он быстренько успевал выписать ответы, чтобы его не заругали, потому что можно было ответы списать из учебника, но он так быстро старался выписать какие-то промежуточные действия, чтобы педагог поверил, что он сделал это сам, и при этом он зачастую был один из немногих, кто сделал всё домашнее задание. Я тратил на это часы, он это делал, пока педагог проверяет домашнее задание. Однажды он меня обыгрывал в крестике-нолике, знаете, там пять вариантов надо построить, и это заметила наша учительница по химии. Она смотрит на нас и говорит, «Так, Корикун, Кочкин, чем вы там заняты? Ну-ка, пожалуйста, Корикун, повторите, что я сейчас рассказывал». Я к тому моменту проигрывал со счётом 7-1, Макс встаёт и совершенно спокойно рассказывает всю последнюю часть, которую она нам только что по химии рассказывала. Я понял, что эта тварь, он не просто меня обыгрывает в крестике-нолике, он сейчас слушает химию, сидит, и так совершенно фоново обыгрывает меня. В общем, было сложно учиться в моём классе физтеховца, но зато у нас были такие удивительные проявления в школе. Например, наши педагоги называли учеников на «вы», и Николай Николаевич говорил, «Павел, вы сегодня получаете 2 балла», потому что они очень уважительно к нам относились. У нас можно было пользоваться всеми учебниками, всеми. То есть, когда был экзамен, нам говорили, «Пожалуйста, учебники, без проблем, сейчас такое время, что информации полно, нет задачи учить формулы, надо быстро найти из обилия предложенных решений то, которое вам сейчас подходит». Это многому меня научило. Потом, когда я поступал в МИФИ, я пришёл туда, и нам дали задание на знание формул, я выписал ответы сразу, мне педагог сказал, что вы собираетесь тут делать. И я ей встречно спросил, что я сейчас буду здесь делать. Мне стало понятно, что вот эта технология запоминания правильных ответов, правильных формулировок и так далее, она абсолютно бесполезна. Это мне очень помогает сейчас в жизни, когда мир перегружен информацией, выхватывает только то, что на самом деле ценно для моих задач. Это у меня ещё в школе научил. Там мы выигрывали Олимпиады, поэтому у меня есть несколько дипломов о поступлении в ВУЗы досрочно. И получив такие приглашения в МИФИ, в Бауманские, в МГУ и так далее, мы получили приглашение от ВУЗов как победители Олимпиады. В нашем физтеховском классе мы выигрывали, но это часто было. И поэтому я начал искать себе работу сразу. Тогда не было интернета, простите, динозавр. Я из тех времён, когда интернета не было вообще, вообще, его просто не было. Тогда был ФИДО, ФИДО нет, у меня был такой модем, он так шумел, компьютеров тоже не было у многих людей, так соединялся, я для этого вставал в 5 утра, чтобы была линия телефонная получше. Я рисовал объявление о поиске работы. Говорил, молодой гений ищет работу. Готов пиво подносить, если вы умеете работать, в подмастере пойду. И мне тогда дали задание, один там парень, изучать Unix, сайты и так далее. Так я стал немножечко айтишником и программистом. В результате меня взяли на работу в Германию. И я на стыке между школой и институтом на двухмесячный контракт уехал на работу в Германию. Я сейчас не буду рассказывать эту историю, она очень такая романтичная. Я уехал на работу в Германию и там так испугался, потому что я все соврал, все что я обещал. Я так испугался, что за первые четыре дня я сделал всю работу, которую там надо было сделать. И там работодатели так руки развели и сказали, ну тогда жди. В общем, это был первый момент, когда я обнаружил, что классическая мечта, что у меня будет офис, машина с водителем. У нас был 500-й Мерседес и Карло, такой итальянец, который нас возил здесь. Офис на берегу озера Констанс, это такое красивое озеро на границе между Швейцарией и Германией. И я попал в эту атмосферу и очень рано обнаружил, что вот эта классическая мечта, офис, непыльная работа. Зарплата у меня была в два раза больше, чем у моих родителей. А я, знаете, закончил школу и только-только поступил в институт. Я, глядя на это на все, понял, что мне этот классический маршрут совсем не подходит. И я не знаю, сталкивались ли вы с такой историей, что у вас вроде бы нормально все есть. Пиджак, галстук, обеды оплаченные в офисе и даже вам оплачивают проезд. У вас все вроде неплохо, но внутреннее такое странное ощущение, что на этом все что ли? И я вот так смотрел на вот эту красивую окружающую среду и думал, все что ли? И вот я добился того, о чем люди мечтают за всю свою жизнь. Вот это был старт моего познания себя. Это был старт того самого момента, который впоследствии развернулось в понятие предназначения. Я задавал себе вопрос, я так и проживу жизнь? Это то, к чему все стремятся? Вот машина с водителем это прям цель? Ну вот он, Карло. И мы поехали в Париж, и мы поехали в Диснейленд, и я пользовался. Это было достаточно круто, но я задал себе вопрос, все что ли? Все? Все как-то так? В общем, это меня просто взорвало изнутри. Я однажды сидел на столе в переговорной. У нас были оплаченные переговоры с Россией. Я звонил в Россию, общался с ребятами своими. Они играли в футбол, а я сидел в офисе красивом. Я думал, что-то странное со мной происходит. Все вроде хорошо, но хочется застрелиться во всем. Немцы закрывали в 6 все свои рестораны. Улицы вымирали. Город Констанц маленький. Я ходил по пустынным улицам, смотрел вокруг и думал, боже мой, тихо, безопасно, спокойно, страшно. Не то слово. Я ходил и смотрел вокруг и понимал, что что-то тут не то. Короче, я вернулся в Россию с этого момента. Я тот самый предприниматель. Мне нужен риск. Мне нужно прыгать с разбега, проверяя на каком я этаже. Мне нужно каждый раз вваливаться, влетать в какие-то абсолютно новые условия с неопределенностью. Я в этом риске живу. Все время ною из-за разряда кошмара. Опять там все с ног на голову, опять все поменялось. Все время я грущу на эту тему. И все время туда двигаюсь по полной программе. Поэтому я пошел сначала в бизнес-школу на Executive MBA. Параллельно я озадачился темой пассивного дохода. Для этого я стал аудитором системы менеджмента качества. Потратил на это 10 лет своей жизни. Создал компанию, орган по сертификации системы менеджмента качества. Потому что я все это время старался выловить понятие пассивного дохода. Что надо сделать для того, чтобы я мог отойти от дел, а вот этот вот 1 доллар ежемесячно без меня капал. Вот мне прям так хотелось увидеть этот поток финансовый, который без меня существует. Что я этому потратил, на это посвятил очень много времени своего. И у меня получилось. В какой-то момент я достиг определенного такого уровня, при котором я на самом деле достаточно скромен в своих запросах. То есть мне много денег не надо было. Но их хватало на путешествия. И следующий мой период жизни я путешествовал. Это было, конечно, очень прикольно. Я летал, ездил по всем самым удивительным странам мира. Япония, Перу, Канада, Новой Зеландии. То есть самые дальние точки, которые я мог найти, куда-то улететь. Иногда очень скромные, иногда шикануть чуть-чуть. Я мог себе позволить очень много путешествовать. И я это делал. Это был крутой, конечно, период в моей жизни, который приводил меня к следующему вопросу. Так и будешь путешествовать? То есть это то, что тебе надо? Безостановочные перелеты, переезды, новые люди и так далее. Круто, круто. Но когда ты делаешь это много лет, я это делал несколько лет подряд, я то с маленькой сумочкой путешествовал, то куда-то улетал подальше, то поближе. И я в какой-то момент задал себе вопрос, ну хорошо, так и будешь, все время подлазить. У меня не классическая история, простите. У меня не было, знаете. Я грущу, грущу, грущу. Потом я сделал правильную ставку, купил себе Гербалайф. Я стал богат, у меня теперь есть часы. У меня нет такой истории. Но вот я попал в ситуацию, в которой я мог себе позволить путешествовать. И с этого момента я стал опять брови хмурить и думать, что такое-то. У всех мечтают, деньги есть, я путешествую. Ну куда уж круче-то. И тогда я задал себе вопрос, это ли цель? И я обнаружил, что у меня нормально дома. Что мне не надо всегда путешествовать. Я с удовольствием езжу куда-то отдыхать. Все еще постоянно, перемещаюсь постоянно. Но мне нравится, когда есть дом. Мне хочется большую семью. И следующий период в моей жизни это семья. И не буду в этих видео. Это отдельная очень веселая история. Как я искал себе жену. Да, это смешно было. Но в какой-то момент я понял, что следующая моя жизненная цель это семья. И сейчас у меня есть любимая семья, дети. И вот в этот момент, когда я обнаружил себя человеком таким достаточно реализованным по самым важным жизненным позициям, я добрался до состояния, в котором задал себе вопрос. Если все хорошо, я максимально эффективен или я буду ждать задницы? Я буду ждать провала? И вся моя жизнь показывала, что для меня хорошая работающая стратегия это дождаться какой-то, в которой я попадаю, из нее я выгребаю очень быстро. И я проходил эти провалы неоднократно. И на ранней стадии с институтом, со школой. И потом попозже, когда у меня уже был бизнес. И с женщинами. Я всегда был гиперэффективен, когда у меня проблемы. Прям такие, знаете, нешуточные. Для меня нешуточные. Понятно, что кто-то гораздо больше проблем проходил. Вот для меня проблемы. И это меня испугало. Вот момент, когда я задал себе вопрос. А что обязательно ждать, пока уйдут основные клиенты? А что обязательно, когда упадет трафик на мои сайты? А что обязательно ждать, пока у нас там кто-нибудь из сотрудников уведет базу? Вот тогда я весь прям мобилизуюсь и прям включаюсь в работу. Вот это был момент, начиная с которого я посвятил себя теме предназначения. Как быть эффективным из состояния благополучия? Как поднимать свою задницу с дивана тогда, когда есть деньги на еду? Когда есть деньги для того, чтобы оплатить квартиру? Когда есть деньги даже на семью? Пусть мы там не сильно шикуем, но неужели мне надо ждать момента, когда угроза наступает? И по факту я все еще частенько попадаю в это состояние. Я намного более эффективен, когда все прям близится к какому-то стрессовому событию. И мне сложно себя мотивировать тогда, когда все более-менее хорошо. Но именно это породило предназначение. Я ходил и молился два года, руки к небу поднимая, с просьбой туда-наверх, потому что я не понимал, что делать. Я ходил и молился, и я говорил, ребята, пожалуйста, не отбирайте то, что у меня есть. Ну, позвольте мне разобраться. Я найду способ, как быть эффективным, продуктивным, с горящими глазами. Прямо вот ярким, сильным, активным, когда и так все хорошо. Вот чтобы не дожидаться этой проблемы, не строить из себя дауншифтера, не взрывать все то, что работает. Как продолжать жить наполненной жизнью и параллельно наслаждаться происходящим. Вот была моя конечная цель. И да, пришлось поработать, пришлось поработать. Искать настоящие мотивы. Ответы я нашел в религиях. В религии. Больше всего. Даже не в психологии. В психологии есть очень много подсказок. И я изучил все, что можно было на эту тему. Гуманистов. Я учился на психфаке в МГУ параллельно со своей школой. В школе у нас были только парни. Фистеховский класс. Только парни. И поэтому я заканчиваю учебу, ехал на психфак в МГУ. Там была школа юного психолога. Там были только девочки. Я приезжал туда, там была группа понедельника, группа вторника, группа среды, четверга, пятница и две группы в субботу. Я ходил на все. Мне очень нравилась психология. Я туда ходил регулярно. Поэтому моя глава была пропитана. Я туда три года подряд ходил. Даже поступать на психфак не стал. Потому что я к тому моменту уже знал всех педагогов. Мы вместе были на выпускном вечере с многими ребятами, которые учились. Я пропитан очень сильно психологическим духом. Но в психологии не так много подсказок сущностных по поводу того, как себя реализовать. Итак, комбинация религий. Я осваивал Кабалу, буддизм, православие. Меня даже немножко консультировали по мусульманству и тому подобные подсказки. Там много всего очень сильного интересного о самореализации. Когда человек чувствует себя на своем пути. Какие этапы он проходит. Что такое переход Махсома. Мне очень нравится в Кабале. Это когда эгоизм называют исправленным. Все вроде бы эгоизм. Все мы делаем, потому что хотим. Но вот в какой-то момент эгоизм превращается в альтруизм. Догнать и причинить добро. Нанести непоправимую пользу. Вот там начинается бесконечное служение. Вот там начинается бесконечная радость. От того, что чем больше я делаю, тем больше хочется. И да, там были найдены ресурсы, которые меня держат сейчас в тонусе. Даже в тот момент, когда слава богу все хорошо. Я искренне рад тому, что удается жить в хорошем здоровом состоянии. Чего я вам желаю. И полноценно себя реализовывать из состояния, что все хорошо, а будет еще лучше. И вы при этом активны, с любовью. И то, что вы делаете, вы можете делать больше. И там можно зарабатывать миллионы, миллиарды. Потому что это не направлено на внутренние какие-то эгоистичные истории. Вы их закрываете. Очень здорово иметь хорошую машину, хорошую квартиру, много путешествовать. У детей хорошее образование. Это очень здорово. Но это очень обозримый объем. А вот почему вы будете еще более эффективны, еще сильнее. Почему вы сможете отдавать миру максимальную ценность. И вас за это будут щедро и адекватно благодарить. Вот она задача, которую я посвятил в следующие 15 лет своей жизни. И она решаема. Хорошая новость. Все можно на любимом деле. Сейчас такие времена, когда если вы крестиком вышиваете, любите снимать кино или обожаете социальные сети. Вот в том, от чего вы фанатеете, сейчас можно себя найти и реализовать. И есть, слава богу, последовательность. Она хорошо отработана. Я вам искренне желаю найти себя в жизни. Если вы хотите меня в чем-то проверить и посмотреть. Паш, ты не врешь случайно? Ты прямо, ну что, серьезно? Вот в этой комбинации живешь. Семьи, друзей, путешествий. И при этом можно много работать с горящими глазами. Вы там посмотрите какую-то мою историю поглубже. Я искренне верю, что мне удастся своим состоянием вам передать просто веру в это. То, что на вашем любимом деле вы можете очень круто реализоваться. И в современном мире это правда возможно. Только надо честно себе признаться, от чего я фанатею. В этом направлении приложить усилия. И поверить в себя, в то, что я со своей уникальностью могу реализоваться. Я в это тотально верю. Я верю в то, что у каждого есть предназначение. Даже у маркера есть предназначение. А уж у вас-то и подавно. Поэтому можно себя найти. Чего вам искренне желаю. И действуйте. Да, действуйте. А еще, ребята, я горжусь совершенно удивительным явлением. Это то, что стало возможно совсем недавно. Это работа в онлайне. И я сейчас приобрел удивительную свободу. Благодаря тому, что могу что-то делать, находясь в разных точках на планете. И вы можете рисовать картины. Вы можете проектировать дома. Вы можете программировать где-то очень далеко. В моем случае я скопил огромный объем знаний, которые в какой-то момент легли на практику. И после 15 лет опыта мне есть чем поделиться. И сначала я это делал для себя. Потом для близких друзей. А сейчас я делаю это для огромного количества людей через создание онлайн-школы. И если когда-то это была такая выдумка. Онлайн-школа. Кто-то будет меня слушать. А почему? Я вас уверяю. Сейчас такое время, когда если вы шарики можете складывать красиво и делать фигурки из них. То кто-то прямо сейчас гуглит и ищет. А как правильно шарик сложить? Если вы из бумаги можете складывать самолетики. Я недавно тут для своей дочки. Она мне говорит, папа, что еще ты можешь сложить из бумаги? И что мне делать? Я куда-то иду и смотрю, как складывать из бумаги разные фигурки. Ребята, я приглашаю вас проверить на себе этот прекрасный маршрут. Возможно, у вас есть сейчас что-то, чем вы готовы с миром поделиться. Я приглашаю вас на вебинар, где Сергей Капустин и Дима Юрченко, основатели Школы Акселератора, бесплатно расскажут вам свою модель, как они строят онлайн-школы. Это очень опытные люди, и вы можете забрать эти знания. Примерьте на себя эту модель создания онлайн-школы. Я вам искренне желаю успехов, чтобы ваша наука была востребована. Погрузитесь в нее. Станьте профессионалом экстра-класса с хорошим чувством юмора, с вашими фишками, с вашими изюминками. Создайте свою крутую онлайн-школу, станьте богатыми, здоровыми. Снизу у вас ссылка в описании. Добро пожаловать на вебинар.